Встречайте, Антон Балагаев, директор по консалтингу Аренодата. Здравствуйте. Немножко волнительно. Такая тема, она всегда меня раскачивает, когда открываются какие-то новые горизонты. Я вам хочу… Сейчас попробую, работает ли у меня кликер. Так, не так быстро, ребята. В общем, я вам расскажу сейчас про искусственный интеллект в целом вокруг Аренодата. Почему мы сейчас интересуемся этой темой? Дело в том, что рынок AI, он сейчас находится в состоянии очень похожем на то, каким был лет 10-7 назад рынок open source в целом. Джон Рокфеллер-младший говорил, или, по крайней мере, ему приписывают такое высказывание, что секрет успеха заключается в том, чтобы делать обычные вещи удивительно хорошо. И, собственно, весь бизнес Аренодата, он строился именно таким образом. Мы брали, в общем-то, обычные вещи, доступные каждому. Вы могли их взять из open source и использовать. Но мы удивительно хорошо оказывали поддержку. И вот мы сейчас стоим здесь вместе с вами на таком крупном мероприятии, которое раньше проводили только SAP до Oracle. Соответственно, мы посмотрели на рынок искусственного интеллекта сейчас. И что мы увидели? То, что большинство из тех, кто предлагает что-то корпоративному сегменту, достаточно консервативен. И AI как продукт в основном не смотрят. Это ребята, которые на переднем крае, очень амбициозные, но они не очень готовы к тем требованиям по безопасности, по документации и прочему, то, что всегда требует крупный корпоративный сегмент. Соответственно, крупный корпоративный сегмент, наоборот. Либо это делает все in-house и берет все эти риски на себя. И может где-то здесь завязнуть. Либо, в принципе, не готов рассматривать таких пока небольших бутиковых игроков всерьез. И мы, соответственно, посмотрели, а что, собственно, в таком случае, вот в этом разрыве делают те, кто давно смотрел на этот рынок и инвестировался как early adopters. И посмотрели, наверное, на три ключевых для нас какие-то референсные точки. Это три вендора с OBD. Первый из них, очень классический, это вендор старой школы, это, наверное, чуть ли не первый вендор реализационных баз данных, это Терадата. С 70-х годов компания делает распределенные MPP с OBD. И было достаточно разочаровывающе увидеть позиционирование Терадаты как исключительно катализатор AI продуктов. Они говорят, у нас нет ничего своего, приходите в Azure, приходите в Amazon Web Services, и, в общем, там все есть. Вы сможете просто интегрироваться с данными, которые хранятся у нас, мы их вам быстро отдадим. Все. Там вообще больше ничего нельзя найти. Следующий большой блок – это Oracle. Oracle, соответственно, чуть постарше. Это 80-е годы, да, не 70-е. Но они как-то всегда держались в тонусе. И Oracle уже предлагает собственные AI продукты. Они достаточно интересные точки затрагивают, которые зрелые. Это анализ документов, понимание того, что написано в документах, выжимки для разных бизнесов. Например, если у вас есть договор, в нем есть вещи интересные бухгалтерии, есть вещи интересные юристам и тем, кто отвечает за сутевую часть. Соответственно, большие языковые модели способны такой договор рассмотреть, профильтровать все, что нужно, и сделать выжимки для каждого из подразделений в отдельности. Вот Oracle это предлагает. Очень классная штука. Ну, соответственно, у них есть еще копайлоты и искусственный интеллект для работы с данными непосредственно, которые лазают в базу и делают запросы в естественном языке. В общем-то, ну, как бы такой консервативный с точки зрения AI-портфеля офферинг, но достаточно интересный и зрелый. Понятно, почему это можно давать, понятно, почему это можно делать качественно. И есть Databricks. Databricks, соответственно, как вы знаете, это наиболее, наверное, инновационные ребята на этом рынке. Они как бы ловят весь хайп и собирают все деньги с этого рынка, которые только можно. И они говорят, у нас есть, во-первых, собственные продукты для искусственного интеллекта, у нас есть платформа для построения продуктов искусственного интеллекта. Если вы компания, которая хочет делать свои продукты, вам к нам. Потому что ни у кого другого вы не получите этот полноценный офферинг, полноценную AI-платформу. И вот это прямо три разных мира, на которые можно смотреть и ориентироваться. Что вызывает особенный интерес? Ни один из вендоров не делает фокус на таком очевидном, казалось бы, продукте, как продукт миграции с одного диалекта на другой. Эти все вендоры предлагают языки работы с данными структурированные. Это так или иначе какие-то диалекты SQL. Это понятные структурированные языки с точки зрения понимания в том числе машины, не только человеком. И задача перевода с одного языка на другой, ну она элементарная. Это вот тон, что выстрелило в последние полгода, наверное, наиболее ярко, но существовало уже последние полтора года. OpenAI, вот эти вот все ребята, которые в общем-то по большому счету переводят человеческий язык в некие машины и потом выдают что. То есть вот ни у кого нет. Почему? Потому что на самом деле это очень обоюдоострый меч и опасная штука. Вы выкатываете продукт, который мигрирует один диалект на другой. Точно так же кто-то другой выкатит продукт, который мигрирует с вашего диалекта на еще чей-нибудь. И это бесконечная гонка вооружений, в которой вы вообще не понимаете, как работать со ставками из доли рынка. Вы сегодня лидер, завтра с вас мигрирует каждый, потому что это просто и дешево на какой-нибудь open source. И в общем понятно, почему на западе ничего такого нет. Ну, на самом деле неизбежно то, что это появится. От кого это будет? От крупного ли вендора? Будет ли это от некого интегратора, который захочет в общем-то получить преимущество на рынке за счет радикального снижения стоимости проектов миграции? Да, это некоторая неизбежность. И если этот рынок будет достаточно диким и здесь будут предлагаться решения, которые как-то казуально переписывают запросы без единых стандартов, качества и прочее, наверное, никому лучше от этого не станет. Поэтому с этой точки зрения мы решили то, что надо, наверное, нам сюда посмотреть. Предпосылки для того, чтобы занялись именно этим продуктом. Классическая миграция – это очень дорогостоящая вещь. Если вы думаете о том, чтобы смигрировать тысячи или десятки тысяч процедур или запросов с одного диалекта на другой, у вас в голове сразу всплывают десятки тысяч человека часов, человека дней, которые вы должны инвестировать. Это, ну, в общем-то, мероприятие, которое стоит сотни миллионов рублей. Как я уже сказал, миграция кода между диалектами – это задача, которая в последние, там, ну, наверное, полгода наиболее ярко, очень легко решается и хорошо решается LLM-ками самыми последними, которые доступны, в общем-то, в Open Source. И квантизованные модели LLM, они на самом деле, ну, вообще на одном ноутбуке разворачиваются и дают сопоставимое качество. Если кто-то из вас попробует, есть даже очень простые решения. Там в браузере Opera теперь есть, там, LLM с функцией Retrieval Augmented Generation, да, которая позволяет ваши документы подгрузить и в их контексте что-то делать. NVIDIA ChatWiff RTX тоже доступно. Это все западные решения, естественно, не совсем Open Source история. Но есть и Open Source модели, которые просто чуть-чуть более сложно разворачивать, но на самом деле там все для этого есть, документация есть. Очень много простых SQL-запросов миграции, да, то есть нельзя недооценивать то, что пользователи, когда они создают вот эти тысячи процедур, на самом деле решают какие-то совсем утилитарные задачи, которые, ну, на уровне размещения и загрузки данных уже какими-то, ну, в общем-то, инженерами решены. Поэтому очень много запросов элементарные, да, и в объеме миграции они составляют просто рутинный объем, очень большой. И там 90% легко может встретиться поларостых SQL-запросов среди тысяч процедур. И, соответственно, объем трудозатрат миграции даже на простые запросы, он все равно существенный. Надо посмотреть, проверить, протестировать, сделать, соответственно, сверку выборок, сверку хэшей, разных других правил, качество данных, качество, ну, там, если немножко меняется вопрос качества, соответственно, переписывание запроса. Достаточно большой объем трудозатрат. Если это можно сделать автоматизированно, можно прилично сэкономить. Ну и, соответственно, как видится нам прототип того, что нужно было сделать. Как я сформулировал, собственно, изначально задачу для команды, которая занималась R&D в этом направлении. Миграции для наших клиентов это масштабные миграции. Нам достаточно конверсии в 10% для того, чтобы это имело сильный экономический эффект. Если вы даже говорите про там миграцию стоимостью 100 миллионов рублей, 10% это 10 миллионов рублей. Ну, то есть, вполне себе ощутимая сумма, которую можно неплохо выгодить. Миграция большого количества запросов, она однозначно не подразумевает ручную проверку. Здесь должны быть автоматические инструменты сверки до того, что мы сделали. Какой бы там искусственный интеллект не был, его кто-то должен проверять. Соответственно, старые добрые rule-based проверки качества и сравнения запросов, они обязательны. Ну и важна стабильность. Если мы не сможем гарантировать стабильность в миграции в эти самые 10%, то, наверное, сложно это вообще в принципе кому-то предлагать. Мы вам даем штуку, но мы не знаем, сработает она или нет. Вы там посмотрите. Нет, так не работает в интерпрайсе. Ну и, соответственно, мы сильно ограничили наш тест-кейс. Мы решили не брать ничего мощного, прям не разворачивать там на каких-нибудь NVIDIA 100, каких-то картах, чего-то такого. Нет, все, что доступно на обычном ноутбуке, мы развернули на обычном ноутбуке квантизованные модели со снижением точности и просто для того, чтобы проверить, как это работает, прям со всеми минимальных ресурсов. Напомню, хотели достигнуть 10%. Взяли орокловую базу, в ней сделали запросы простенькие, ну там первого уровня. Прогнали через, соответственно, некий black box, да, для вас пока, но это там, соответственно, некая совокупность алгоритмов, включающая большую языковую модель. Загрузили результаты обработки в арендат DB и выполнили запрос. Соответственно, выполнили запрос в орокле, выполнили запрос в ADB и сравнили. И мы получили для простых запросов конверсию 90%. То есть 90% запросов были смигрированы успешно. Мы не поверили. Слишком высокий результат, но порядок отличается. Проверили вручную. Нет, все правильно. 90% на множестве запусков. То есть большая языковая модель, простые запросы элементарно переживают. Мы решили усложнить и найти пределы, да, того, где, собственно, ну, эта штука сломается, потому что, ну, это важно пощупать. Сделали три прям сложных запросов. Запустили, и эта штука переживала один из них. Ну, то есть мы не верили там с рекурсиями, с всякими разными особенными элементами орокловых диалектов. Тем не менее, модель это все поняла и предложила принципиально другую конструкцию, которая выдала тот же самый результат. Да, результат сверки оказался успешным. Опять-таки, не на одном запуске, а на нескольких. Два, ну, не смогло. Потом мы, соответственно, оценили эффект, добавили обычных запросов, старались симулировать такую, ну, среднюю миграцию. Сделали выборку из 18 запросов простой и средней сложности. Сложные запросы оттуда выкинули для того, чтобы, ну, как бы не вводить элемент волатильности, который достаточно большой. Получили сначала результат 70 процентов, да, просто ничего не улучшая. Потом с некоторыми улучшениями, с нашими твиками довели до стабильных 80 процентов. То есть, я считаю, результат был просто феноменальный. С этой точки зрения для нас, в принципе, не стоит вопрос, будет ли эта штука дальше развиваться. Она точно будет дальше развиваться, да. Мы явно здесь продвинулись гораздо дальше и ждали гораздо дольше, чем следовало бы. Видимо, нам надо было заниматься этим еще полгода назад для того, чтобы какие-то результаты увидеть. Ну, в целом, дальше будет процесс продуктивизации. Мы должны это все нормально документировать для того, чтобы вы могли это использовать в своих ландшафтах. Мы должны провести пилоты и здесь нам понадобится ваша помощь, ваш интерес для того, чтобы мы на реальных запросах, соответственно, потестировали, а не на там абстрактных, которые мы сгенерировали под некую стандартную модель. Там есть куда расти в части интерфейса и, соответственно, сейчас рынок достаточно дикий, очень быстро меняются модели, иногда они выходят без документации, поэтому для того, чтобы это все работало в интерпрайзе, нам надо будет очень много продуктивизировать от того, как мы, соответственно, будем строить дорожную карту развития модели, как будем обеспечивать независимость от использования конкретной версии LLM, вот в этой внутри все обвязки, потому что, если вы знаете, у LLM интерфейс всегда один и тот же, это промпт, вы пишете запрос в естественном языке, он вам что-то выдает. Тут как бы описывать, наверное, особенно ничего не надо. И это, с одной стороны, пугает, потому что не очень можно это документировать. С другой стороны, это здорово, потому что вы можете заменять одну модель на другую и подбирать именно ту, которая подходит под вашу конкретную задачу. Просто процесс дообучения с процессом эксплуатации, он практически развязан. И это дает очень хорошие возможности для адаптации под конкретные ваши задачи. Вот. Соответственно, можно уже сейчас запрашивать нам демонстрацию. То есть, если у вас нет вашего аккаунт-менеджера выделенного, то пишите на info.arena.io. Если есть, то просто попросите вашего, соответственно, аккаунт-менеджера. Мы готовы показывать, что мы конкретно делали и каким образом, как мы это собираемся дальше, соответственно, развивать. Ну и будем рады отпилотировать в реальных условиях. Помимо этого, куда мы смотрим дальше? Мы в ходе экспериментов с этой моделью сделали еще и более простую вещь. То есть, если мы говорим про перевод запросов между диалектами, на самом деле для большой языковой модели гораздо более простая идея – это сформулированный в естественном языке запрос перевести в код. То есть, это не более сложная история, как для человека, а более простая. Поэтому, если правильным образом скормить этой модельки, так вот в рамках retrieval augmented development, retrieval augmented generation, некую структуру данных, взятую из вашего каталога данных, то она вполне себе эффективно может генерировать запросы к базе. И здесь мы видим потенциал для именно C-level executive с точки зрения формулирования запросов как к персональному ассистенту. Скажи мне, какие у тебя там показатели продажи по такому региону за последние три дня с такой-то фильтрацией. Штука обрабатывается, переводится в SQL запрос, SQL запрос уходит в базу, получается результат, верифицируется каким-то образом. Это пока очень открытый вопрос, как верифицируется. И это точка для доработки. Отправляется в email по конкретной структуре, получается отчет. То есть, там это все в течение, там, не знаю, минут пяти должно происходить. В целом очень удобно, да, для рабочего дня, это C-level или SEO, когда вы приходите в свой кабинет, сделали запрос, не знаю, не к умной колонке, а к чему-то еще, может быть, вот, и у вас получился ответ. Классная штука. Для внутренних продуктов у нас в любом случае мы хотим сделать внутренний чат-бот, который будет у нас в каналах давать классные рекомендации и отвечать на глупые вопросы, если на них никто не хочет отвечать. Вот, плюс, ну, в целом, может быть, в тикет-систему как-то его встроить. Понятное value, но мы пока не готовы будем выпускать это на клиентов, да, потому что мало ли какие глупости он там ответит. Соответственно, ну, и next step. Мы понимаем, как писать запросы, что с помощью их делать. В миграциях есть еще ETL, да, много ETL, а трансформации в там средствах, например, таких как NIFI или Airflow. Формировать DAC Airflow или формировать трансформ на NIFI тоже вполне себе возможно с помощью большой языковой модели. И здесь мы как бы в Rockinsides не видим. Может быть, конечно, мы зря его там не видим, может быть, он там есть, но мы собираемся попробовать его следующим. Ну и плюс то, что делает Oracle. Мы как бы считаем, что анализ документов здесь есть большой потенциал. И мы знаем то, что у наших клиентов очень много хранится документов. Делать выжимки из них это прямо, я думаю, будет экономить десятки тысяч часов ежегодно каждому из таких клиентов. Поэтому постараемся здесь что-то внятное предложить в какой-то обозримой перспективе. Вот. Ну, соответственно, то, что я хотел сказать, мы здесь прямо в начале очень большого пути. То, что мы открыли, это было совершенно выше наших ожиданий. То есть мы не ожидали, как я уже сказал, такой конверсии по просто произвольно взятому элементу, который можно было в принципе взять из вот этой всей палитры AI решений, предлагаемых на рынке. И мы здесь точно будем. Мы будем точно смотреть на то, что делают другие и где-то пытаться лидировать. Вот. Спасибо вам огромное. Антон, спасибо тебе за доклад. Не уходи, пожалуйста. Коллеги, если у вас есть вопросы к Антону, поднимайте руки, и я передам микрофон. Добрый день. Хотел уточнить, а валидация на вход сложности, вы говорите, есть сложные запросы, средние сложности и легкие. Ваша моделька умеет классифицировать запросы? Сейчас пока такой цели не стояло. В принципе, я думаю, это возможно, но скорее это рулбейст какая-то история будет. То есть мы скормим в рамках RAC некий документ, который устанавливает правила, и она уже будет по этому документу классифицировать. На самом деле сейчас это, конечно, экспертно выбирали, да, но это опять-таки синтетическая модель, синтетические данные. Спасибо большое за доклад. Алексей Марин, Банк ВТБ. Хотел спросить, вот первый вопрос был про валидацию на входе, а валидацию на выходе делал человек, или вы думаете о том, чтобы прикрутить вторую модель, которая будет проверять результаты действия первой. Спасибо. Да, хороший вопрос. На самом деле, с точки зрения валидации здесь у каждого заказчика, более того, могут быть свои какие-то критерии. Мы сейчас сделали валидацию следующим образом. В первую очередь мы сравнивали хэш запроса. Если он проходил, дальше анализировали, не может ли быть каких-то логических расхождений. То есть то, что у нас запрос отработал и выдал один и тот же результат, но при этом логика не сохранена и на других кейсах что-то другое выдаст. Конечно, это возможно только на малой выборке. Поэтому в пилотах мы, скорее всего, будем просить задать правила для того, чтобы мы эту валидацию делали через правила. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Игорь Чижов, GMCS. Вопрос такой. Мы говорим сейчас о сингл запросах каких-то. То есть просто один запрос, который делает конкретные действия. То есть до хранимых процедур и функций пока еще далековато. Или нет. Мы не проверяли. Мы с точки зрения отклонений какие-то функции мы сделали, но они простейшие. Такого то, что мы прям любую UDF функцию или какой-то кастомный агрегат UDF, UDF, нет. Мы не проверяли просто такого. На самом деле с точки зрения логики, наверное, ничего не мешает, но это вопрос именно к сложности. Насколько использование функционального диалекта, а не скриптового, оно будет сложнее для модели. DDL, она пережевывает в целом. То есть мы смотрели на миграцию DDL. Мы пока просто не ставили такой задачи, потому что DDL мигрируется по большому счету с точки зрения таблиц или объектов один раз. И это не предмет большой экономии трудозатрат. Но вот функции хранимой процедуры действительно открытый вопрос. Просто еще в разных диалектах они же там совсем по-разному живут. Где-то есть пакеты как в Oracle, как мигрировать, вложенные пакеты. Пока очень открытый в целом вопрос, потому что там перемены очень сильно наследуются внутри. Ну и дополнительный вопрос. Сейчас диалекта на входе, диалекта на выходе. То есть, например, есть ли на входе MS, на выходе Postgres? Мы не знаем. А, пока еще не пробовали. Мы не кастомизировали модель, но Oracle, она соответственно в Greenplan перевела. Greenplan тот же Postgres. То есть с точки зрения Raga, разницы в версии мы всегда можем модели скормить и попросить ее с учетом этих разниц сделать более эффективный, там заточенный под конкретную версию результат. Вот. Но надо проверять. Надо проверять. Ну хорошо. У меня есть сейчас в работе несколько хранимых процедур SSQL, которые человек не может переживать, не то что машина. Ну вот надо проверить. Может быть сможет. Спасибо. Да, спасибо за доклад. Андрей Первушин, Северсталь. Вот вопрос такой, наверное, небольшой о происхождении этой модели. То есть откуда вы ее взяли? Пока не могу разглашать. Ну то есть это какой-то open source, который вы сами тренировали. Это open source. Мы его дополнительно тренировали. Мы не тренировали модель. Просто взяли готовую. Да. И ну опять же, да, наверное, вопрос, может ли он не только SQL переваривать, но и какие-то там программы на ABAPE, на C++ и так далее. Надо проверять. Ну более того, на самом деле, когда мы говорим про открытые модели, их же, во-первых, специально тренируют под конкретные задачи. Да, то есть есть fine tuning, есть тот же самый RAC, retrieval augmented development с ограниченным, конечно, контекстным окном, но все равно. И в любом случае надо будет что-то докручивать. У нас не просто одна модель, там есть цепочка моделей, которая помогает друг другу на самом деле. И не факт то, что для конкретного кейса цепочка моделей найдется. Но если она существует для одного кейса, ее можно тренировать для другой. Здесь просто вопрос вычислительных мощностей. Ну вот пока открытый вопрос. Спасибо. Олег Михеев, компания Полюс. Спасибо, очень интересно. Я хотел спросить как раз про запросы на естественном языке, но вы сказали об этом. Вот еще пришло в голову, и может быть вы не пробовали, ну в принципе, есть ли это где-нибудь. Вот бывает, что уходит много времени на рутинный анализ, вот оптимальность выполнения, нет ли где-то каких-то паттернов, грубо говоря, неправильных написания там SQL запросов. Вот что-нибудь такого data lineage на стероидах, там знаете, типа посмотреть там. Если какие-то там куски таблицы, которые не используются, там вот что-нибудь такое, вот именно в части рутинного анализа. вообще такая тема есть? С точки зрения неиспользуемых кусков таблицы нужно будет в этом случае смотреть не на язык, а на план запроса. Да, то есть возможно тут надо будет… Да, 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 вот план виз с какими-то прямобасами, грубо говоря. Я думаю, точно можно будет из коробки прямо сейчас обсуждать такую штуку, как некачественно написанный запрос, например, когда есть два прохода одной таблицы, а они не требуются. Потому что с точки зрения распознавания, ну вот если мы смотрим на это как на язык в целом, модели большие языковые, они могут понимать эмоциональный настрой, где там, например, человек грубит или что-то делает не так. Вот с точки зрения системы это примерно такое вот небольшое хамство, да, то что вот написали запрос, в нем три раза таблица проходится, а зачем? Ты зря это делаешь, тратишь ресурс. И я думаю, то, что это без проблем можно будет определить. Но вот определить, можно ли сделать partition elimination или нет, это прям сложная задача. Я сейчас даже не знаю, как к ней подойти. Надо на лету будет докармливать модель какую-то информацию, есть риск ее переобучить, неправильный контекст задать. Поэтому пока не знаю. Спасибо.